Севастопольские пиротехники Уже в это воскресенье, 25 мая в Украине пройдут досрочные выборы президента. Голосовать в этом году будут без Крыма. Как относятся севастопольцы к политическим баталиям на континенте и к неучастию в воле-визземлении, расскажет Александра Толкачева. Сейчас в помещении Центральной избирательной комиссии как никогда тихо, в отличие от марта, когда телефон здесь не умолкал, а поток людей казался бесконечным. Севастополь, как и весь Крым, не принимает участия в выборах президента Украины, даже несмотря на то, что практически у каждого здесь по факту двойное гражданство. Одно российское, второе украинское. Я даже не могу сказать, кого могут там выбрать. Я думаю, что будет дальнейшее разделение Украины, как оно и будет. Скорее всего, ее растащат по частям. В президентской гонке будет принимать участие 23 кандидата. По данным социологов, наибольшее количество потенциальных избирателей у Петра Порошенко, второе место у Юлии Тимошенко. Третью позицию занимает Сергей Тегибко. Правда, севастопольцев украинские выборы уже практически не интересуют. Но зачем президент? У нас в Севастополе свой есть. Путин наш президент. Мы там признают Запад, а жители не признают, а это будет неполноценный президент. Но даже при желании отдать свой голос за будущего президента Украины в Крыму просто невозможно. Здесь нет ни одной избирательной комиссии. Их попросту не организовали. Чтобы принять участие в выборах, жителям Крыма и Севастополя придется ехать на материк. И то только тем, кто предварительно зарегистрировался до минувшего понедельника. Желающих пройти столь сложную процедуру оказалось немного. По официальным данным ЦИК, для участия в выборах президента зарегистрировались только 4000 крымчан и полторы севастопольцев. Согласно принятому закону о временно оккупированных территориях, выборы на этой территории не проводятся. Но государство должно обеспечить право голосом. Зарегистрировавшимся избирателям отдать свой голос можно будет в любой области страны. Такое решение принял украинский центр избиркома Александра Толкачева, Виталий Козловский, программа «Наше время». В поисках мирной жизни и за сложной обстановки на востоке Украины жители Донецкой и Луганской областей вынуждены покидать родные дома. Люди говорят, терпеть антитеррористическую операцию, которая длится уже более месяца, просто нет сил. Надеются, что Севастополь вернет им спокойствие. С беженцами из города Северодонецка общалась Кира Калинина. 19 мая семья Голосовых приехала в Севастополь из города Северодонецка Луганской области. Говорят, из-за волнения в юго-восточной части Украины были вынуждены покинуть родные земли. Наша самооборона поставила блокпосты, защищаются от украинской армии. А с другой стороны, в 30 километрах окопалась украинская армия. Очень опасная ситуация. Не хотим повторить судьбу как Славянский или Краматорский. Поэтому решили взять семью, детей и поехать, пока хотя бы пройдут выборы в нашей стране. Потому что там на выборы намечается очень опасная ситуация. Опасаясь за свои жизни, семья взяла в дорогу только самое необходимое. Документы, немного вещей, детские игрушки и небольшие финансовые сбережения. Лилия говорит, чудом успели уехать, потому что буквально за два дня ситуация в Северодонецке резко обострилась. Магазины все пустые. Люди разгребли и сидят дома. Никто никуда не выходит. Дети дома закрыты. Я не знаю, что будет уже завтра. Конечно, хотели. Связи нет. Наверное, вышку подорвали. Я уже не могу позвонить. Я набираю. Телефон отключен. В общем, не знаю. Война началась. В планах семьи остаться жить в Севастополе. Тут заключен договор на приобретение квартиры со строительной компанией. Но сдается дом в эксплуатацию, предположительно, в августе этого года. Сейчас снимают жилье с посуточной оплатой. Лилия и Антон надеются оформить документы для законного проживания на территории Крыма. А пока в поисках оптимального варианта места жительства обивают пороги общественных организаций. Люди, которые приходили сюда, они объясняли, что еще как бы служба миграционная в городе, еще как такой службы нету. Их просто фамилии как бы записывают. И поэтому они, понятно, что они нуждаются в помощи. Появлялись вот недавно опять люди появились со славянскими. Их адресовали, тоже самая помощь, которая необходимая здесь они получают, которой мы можем помогать. А дальше адресовал я в этот, к Брицыну Михаилу Михайловичу, я ему перезвонил, здесь их свел. Значит, чтобы оказали помощь, где людям вообще определиться. Как оказалось, семье беженцев на данный момент могут помочь только неравнодушные люди и общественные организации. Михаил Брицын говорит, вопреки заявлениям властей об актуальности проблемы беженцев из юго-востока Украины, до сих пор процесс социальной помощи для таких граждан не налажен. Будем собирать совещание. В совещании будет принимать Николай Юрьевич, как руководитель Красного Креста России. Я, как депутат, поднимавший эту проблему. Также администрация на данное совещание позовет профильные социальные отделы, наверное. То есть они это в свой план записали. Я вам хочу сказать, что именно Позняков, он действительно откликнулся по этому вопросу, сказал это очень актуальный вопрос, потому что ситуация там накаляется на юго-востоке, на Донбассе. Люди бегут, им, естественно, надо помогать. Важно все эти силы направить на помощь людям. На учете у общественников 19 семей, которые были вынуждены покинуть юго-восточную часть Украины. В основном эти люди нуждаются в жилье, трудоустройстве и хоть какой-то социальной помощи. Кира Калинина, Денис Корвель, программа «Наше время». Сегодня в 10 часов утра пиротехники успешно обезвредили 50-килограммовую немецкую авиабомбу времен войны. Напомним, взрывоопасный предмет был найден на одном из дачных участков в Балаклавском районе. По решению специалиста, боеприпас не стали перемещать на специальный полигон и ликвидировали на месте. В связи с чем предпринимались особые меры безопасности. Полиция обеспечила оцепление территорий и круглосуточное дежурство. Сотрудники спецотряда МЧС провели расчет безопасного подрыва бомбы. Подготовили котлован глубиной 5,5 метров, установили заряд и засыпали боеприпас грунтом. Благодаря этому удалось максимально уменьшить взрывную волну, а также предотвратить разлет осколков. Сегодня мы провели успешно операцию по уничтожению немецкой авиабомбы СД-50. Чем был опасен предмет? Тем, что нельзя было его перемещать на место уничтожения на полигон. Поэтому специалистами, пиротехниками отряда были приняты все необходимые меры по уничтожению данного взрывоопасного предмета на месте. Для того, чтобы минимизировать последствия взрыва, был подготовлен котлован специальный, заряд сделан способом камуфлета. Тем самым обезопасили близлежащие жилые дома и население, которое здесь проживает от последствий каких-либо взрывов. Жители даже не ощутили ни взрыва, был слегка легкий хлопок. Жадность фраера сгубила. Попытка сдать металл для предприимчивого жителя Севастополя завершилась задержанием. Все дело в том, что чугун он добывал на кладбище города, разбивая могильные ограды. Правда, столь необычный способ заработка не оценили предприниматели. Благодаря им полиция и вышла на свет преступника. На протяжении последних трех недель управление Министерством внутренних дел России по городу Севастополю поступали заявления от граждан о том, что на одном из кладбищ Севастополя неустановленные лица совершают кражи металлических оградок могил, разрушают памятники. По данному факту начали проводиться проверки по материалам. Были отработаны пункты приема металлолома. И была получена информация в одном из пунктов приема металлолома о том, что чугунные оградки несколько раз неоднократно приносил на сдачу один из граждан. Была установлена личность этого гражданина. То есть начали проводиться по данному факту мероприятия с целью установления его местонахождения. Данный гражданин был установлен, доставлен в Балаклавский отдел полиции. И был отработан на причастность к совершению указанных преступлений. Злоумышленник объяснил правоохранителям, что кражи на кладбище совершал с целью завладения и реализации металлических изделий. Сколько раз вы совершали подобное деяние? Пять. Именно на этом кладбище? Да. С похищенным как вы хотели распорядиться и что у вас было? Хотелось дать на металл. У вас это получилось? Нет. Почему? Нельзя. Приемщики металла не брали? Из-за чего? Потому что оно было из кладбища. Указанный гражданин уже привлекался за подобные деяния. Он еще тогда был несовершеннолетним, привлекался уже за подобные деяния. Только у него были не кражи, а был вандализм конкретный. Это разрушение памятников на кладбище, то есть повреждение каких-либо надгробных сооружений и так далее и тому подобное. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В центре внимания наука. Сегодня в госадминистрации заключили соглашение о проведении совместных конкурсов работ по поддержке фундаментальных исследований. Договор подписали председатели Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и в Рио губернатора Севастополя Александр Свеченко. За годы своего существования Российский фонд фундаментальных исследований подписал 50 соглашений о проведении совместных конкурсов работ. Договор с Севастополем стал 51-м. Отныне наиболее перспективные научные разработки получат финансовую поддержку. Российский фонд проводит очень большую программу поддержки региональных проектов. И нам очень приятно, мы просто счастливы тому факту, что теперь Севастополь будет одним из полноправных участников этого процесса. Согласно документу, в субъектах федерации создаются экспертные советы, куда входят ведущие ученые, работающие в регионе. Как правило, это 10-12 человек. Именно им и предстоит выработать перечень тематик, по которым и будет объявлен конкурс. А в течение месяца они должны выявить победителей. Российская сторона уже в этом году готова выплачивать средства, деньги на поддержку проектов победителей уже в этом году. Проект мы подписываем многолетний, на долгое такое сотрудничество. И фонд, совет фонда не будет дожидаться времени, пока вот все с бюджетом Севастополя трясет, все вопросы будут решены. У нас есть деньги, мы их уже заложили. За поддержку научной деятельности в регионе Владислава Панченко поблагодарил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Александр Свечников. Город Севастополь и Крым вообще оставался несколько в стороне от научных исследований, то есть был обделен вниманием науки. Поэтому заключение вот этого подписания соглашения открывает нам дорогу в большую науку. В завершении встречи стороны подписали соглашение о проведении совместных конкурсов работ по поддержке фундаментальных исследований и выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества. Владимир Сорокин, Денис Корвель. Программа «Наше время». И это не все новости среды. Далее вы увидите. Детям о главном сотруднике МЧС рассказали воспитанникам дошкольных учебных заведений, как научиться жить безопасно. Балаклавская школа в числе лучших. Видеопоздравление третьеклассников заняло первое место на конкурсе, посвященном Международному дню космонавтики. Ди-блэк-блюз оркестра в Севастополе. 25 и 28 мая в городе пройдут концерты известной интернациональной группы. Сегодня городские музыкальные школы получили подарки от Российского фонда культуры и Национального фонда поддержки правообладателей. Это музыкальные диски, магнитофоны, аудиозаписи с выступлениями мастеров художественного слова. Из Севастополя благотворители с подарками поедут по всему Крыму. 84 музыкальных школ Крыма, в том числе и 8 севастопольских, приняли целый пакет подарков, который будет им так необходим на учебных занятиях. Каждая из них получит образовательную серию дисков фона хрестоматия, записи классической музыки, выступления мастеров художественного слова и магнитофон. По словам вице-президента Российского фонда культуры Ларисы Назаровой, около двух недель назад у нее состоялся разговор с представителями музыкальных школ, после которого стало понятно, в чем так нуждаются крымские спецзаведения. У нас есть возможность издания и хрестоматии для музыкальных учебных заведений, и, естественно, дисков и так далее. Мы выпустили газету специальную, 2000 экземпляров, только для Севастополя. И Российский фонд культуры передал уникальные книги, которые называются «Альманах. Российский архив». Это уникальные документы, ранее нигде не публикованные об истории России. Таких подарков всегда не хватало, уверяет директор музыкальной школы номер 8 Лариса Жиляева. Фонды специализированных учебных заведений обычно пополнялись за счет своих же сотрудников или родителей учащихся. Правда, применить все это на занятиях смогут только в начале следующего учебного года. Ничего страшного, ничего страшного. Мы как раз подготовимся, изучим все, что в этих материалах есть. У нас преподаватели подготовят к ним информацию. И будем все это преподносить детям. Просьбы музыкальных преподавателей были учтены. Необходимость в магнитофонных записях, учебных пособиях и хрестоматиях назрела уже давным-давно. Как говорит Валентина Румянцева, мечты сбываются. Сегодняшняя встреча нам очень была важна и необходима. Мы получили много для нас нового и необходимого. Дети очень нуждаются в материале, в том, который нам сейчас предоставляет Россия. Также мы попросили нас услышать. И нас услышали, что нам дадут новый материал, нам дадут методические пособия, чтобы нам проще было ориентироваться. И с 1 сентября мы уже начнем учебный год. И хотелось бы так, как должен он был пройти уже в составе Российской Федерации. Представители Российского фонда культуры, возглавляемого, к слову, Никитой Михалковым, заверяют, что это лишь первая часть подарков. Они надеются на продолжение сотрудничества и на то, что их возможности пригодятся крымским музыкальным школам и в дальнейшем. Святослав Данилов, Денис Александрович, программа «Наше время». Жить нужно безопасно. Сегодня севастопольские спасатели учили этому воспитанников дошкольных учебных заведений. Для детей старшего возраста сотрудники МЧС провели открытое занятие. Детсадовцам рассказали о правилах дорожного движения, поведению на воде и при пожаре. Какие уроки вынесли для себя дети, знает Елена Карнаухова. В Стополе стартовала неделя безопасности. Это мероприятие проводится каждый год в преддверии Дня защиты детей. В дошкольных учебных заведениях проходят разъяснительные работы по правилам поведения на воде, в лесу, горах, при пожаре. Цель подобных занятий – предупреждение гибели детей в чрезвычайных ситуациях. При пожаре, в первую очередь, ребенок должен выйти из комнаты, если это возможно. Далее, он, во-первых, самое главное, он не должен паниковать и не прятаться за стулья, за шкафы, влазить под кровать. В первую очередь, выбежать из квартиры. Не пользоваться лифтом – это тоже основное правило, потому что лифт может в любую минуту быть неисправным. Если, опять-таки, это возможно, ребенок должен сориентироваться и набрать 101. Правила поведения в различных ситуациях дети изучают не только на неделе безопасности. Практически каждый день в течение всего пребывания в дошкольном учебном заведении. И начинают это делать с самого раннего возраста, чтобы дети были подготовлены к школе, а самое главное – знали, как справиться с чрезвычайной ситуацией, если рядом не будет взрослых. Для этого с ними проводят не только теоретические занятия, но и практические. Ежедневно, в разных формах работы повторяются правила дорожного движения, правила поведения на воде, при встрече с незнакомыми людьми. И очень много других мы прорабатываем действий при чрезвычайных ситуациях. В форме игры, в форме каких-то развлекательных моментов. Это экскурсии, наблюдения, беседы непосредственно на дорогах, непосредственно в лесу, в парках. Все закрепляется на практических действиях. Открытое занятие – это итог работы, проведенный с детьми по соблюдению правил безопасности. В течение всего года им показывали фильмы, ребята рисовали, читали по данной теме. И поэтому дети могут плеснуть знаниями. Если постучали в дверь, незнакомым людям не открывать. Правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Если возник пожар, надо звонить 101. Не заплывать далеко, не перегреваться на солнце. Потому что может быть ожог и может быть солнечный удар. В конце показательного занятия сотрудник МЧС, исполняющий обязанности начальника курсов гражданской защиты Севастополя, подарили дошкольному учебному заведению обучающие фильмы. Открытым уроком специалисты остались довольны. Показали нам сегодня изумительную, красивую, интересную программу. Видно, что коллектив работает успешно. Дети знают, как себя вести в той или иной ситуации. Также в третьем дошкольном учебном заведении провели праздник знатоков безопасности. На нем дети соревновались в знании правил дорожного движения и поведения в чрезвычайных ситуациях. Елена Корнухова, Виталий Козловский. Программа «Наше время». В Севастополе два концерта даст интернациональная группа «Ди-блэк-блюз-оркестр». В состав коллектива входят представители пяти стран под руководством Владимира Витисяна. В нашем городе музыканты представят два звукоцветовых шоу. Акустический концерт в античном театре «Персонеса» 25 мая. А 28-го «Ди-блэк-блюз-оркестра» выступят на площади Нахимова, исполняя мировые хиты блюз-рока. В преддверии концерта музыканты провели пресс-конференцию в одном из кафе города. Основной формат – это такое большое сценическое шоу. 12 грузовиков больших аппаратур, звук, свет, светодиодные экраны. Вот это такой вот формат, который, как мы предполагаем, должен состояться 28-го числа на площади. И соответствующий репертуар подобран для такого шоу. Ещё один формат, то, что, я думаю, зрители должны увидеть 25-го в «Херсонесе». Это более камерное мероприятие, акустический формат, другая история, другая подача. Да, конечно, все современные сценические технологии будут использоваться. Тем не менее, всё-таки настроение должно создаваться другое, более лирическое. Балаклавская школа в числе лучших третиклассники заняли первое место в одной из номинаций конкурса, посвященную Международному дню космонавтики. Их видео-поздравления с праздником Турного судей до глубины души. Отбор творческих работ проводили специалисты Федерального космического центра и Центра подготовки космонавта имени Юрия Гагарина. В конкурсе участвовали более 100 школ со всей России, а работы принимали с трёх номинаций. Фотографии на космическом фоне, фотоколлаж, созданный из фотографий или рисунков на соответствующую тему и видео-поздравления в честь Дня космонавтики. Пропустить такое творческое соревнование ученики Балаклавской школы номер 30 просто не могли. Подготовленный ролик они интересовали в первую очередь выпускников учебного заведения космонавту Антону Шкаплерову. И далее новости спорта от Владимира Мелянского. Спортивный клуб «Мусон» – кузница баскетбольных кадров. Созданы все условия для игры в баскет. Играют мальчишки с 10 лет и старше. Лучшая проверка сил, участие в турнирах на выезде. Состоялась открытая перенца Краснодарского края по баскетболу. И наши ребята, которых тренирует Игорь Волков, возраст 10-11 лет. Среди 13 команд соперниц обыграли в подгруппе «Сочи» 26-10, команду города Яченина 52-0. В полуфинале выиграли со счетом 23-12 у «Краснодарского локомотива». И в финале победили «Краснодарскую юность» 16-5. Первое место. Кубок медали. Лучший баскетболист – разводящий Леонид Бескровный. Также отмечен и разводящий Матвей Клименко. Воспитанники тренера Елены Арнаутовой-Балденко, возраст Ю-12, также заняли первое место. Они обыграли команды соперников из «Сочи», «Новороссийска» и «Краснодарский Спартак». В финале победили с отсчетом 47-24 команду «Труд» из «Краснодара». Тренер отметила игру Ильи Бакулина, Алексея Финогенова, Кирилла Евсеева, капитана команды. Также Дмитрия Чуракова, Глеба Диделко. А вот Александр Мозгачев был лучший в конкурсе бросков американки. Ему также вручен приз. Владимир Милянский, Дмитрий Воробяк. Программа «Наше время». Турнир Олимпии Херсонеса, который проходил по кикбоксингу в спортивном клубе Черноморского флота, стал проверкой сил выступления ребят на Кубке мира в венгерском городе Сегиде, по версии ВАХА, в самой крупной организации кикбоксинга. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы прикладных видов спорта брат и сестра Вороновы завоевали три медали на двоих. Иван Воронов серебро в лайтконтакте и бронзу в семиконтакте. В более жестком виде спорта выступала Настя в категории до 16 лет. У нее серебряная медаль в разделе лоу-кик, в самом жестком разделе кикбоксинга. Наши ребята совершенствуют мастерство под руководством заслуженного тренера Украины Александра Дементьева. Впереди очередные старты, а значит и победы. Владимир Мелянский, Деливер Меджитов, программа «Наше время». И это была последняя информация нашего выпуска. В завершение коротко о главных событиях дня. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и только хороших новостей. До свидания. Успешная операция «Севастопольские пиротехники» обезвредили немецкую авиабомбу времен войны. Взрывную волну максимально уменьшили и предотвратили разлет осколков. Жадность фрая разгубила. Полиция задержала вандала. Преступник орудовал на городских кладбищах. Могильные ограды шли на металлолом. Детям о главном сотрудники МЧС рассказали воспитанникам дошкольных учебных заведений, как научиться жить безопасно. Открытый урок в форме игры прошел в детском саду номер 3. Редактор субтитров А.Семкин